На Уркин Медиа итоговые новости в студии Ольга Сивоха. Здравствуйте! Сегодня мы расскажем о событиях, которыми запомнилась уходящая неделя. Коротко о главных темах выпуска. Из зала суда по 12 лет колонии получили обвиняемые в групповом изнасиловании жительницы Балхаша. Посудимые свою вину не признавали. Живая начинка. Жители Балхаша купили конфеты с червями. Покупали в Балхаши. Новое имя, как будет называться, сквер за Дворцом культуры. Ну, я бы назвала площадью Дружбы и сквер Дружбы. Это итоговые новости. На Уркин Медиа мы продолжаем рассказывать о событиях недели. Дикий гость в Балхаше заводчаяния поймали в цехе лису. Смотрите, лиса настоящая. В обмен на деньги в Балхаше будут принимать автохлам. Пока мы могут участвовать все желающие. Профессия с добрым сердцем или будни социального работника. Не у каждого человека найдется столько терпения. Насильников жительницы Балхаша Нургуль Кусылбековой приговорили к 12 годам лишения свободы. Приговор по резонансному делу вынесли в местном городском суде. Двоих жителей города обвиняли в групповом изнасиловании, которое произошло в августе 2016 года. По словам пострадавшей, мужчины вывезли ее на кладбище, избили и надругались. Дело завели только через год, сразу после того, как Нургуль Кусылбекова рассказала о преступлении на всю страну. Судебное разбирательство проходило за закрытыми дверями. В итоге каждого из двоих обвиняемых приговорили к 12 годам колонии. Приговор в законную силу не вступил. В ходе судебного заседания подсудимые свою вину не признавали, несмотря на то, что они вину свою не признавали в совокупности всех доказательств. Их вина была полностью доказана, а именно проведенными многочисленными экспертизами, свидетелями, допросами свидетелей и допросами с собой потерпевшей. Юристы городской больницы Балхаша осудили на год ограничения свободы за клевету на руководителя. Через мессенджер WhatsApp женщина разослала сообщение с нелестными отзывами о шефе. Суд посчитал их порочащими честь и достоинство и наказал автором. По данным областного суда, информация попала в сеть в апреле этого года. Подсудимая написала анонимное обращение на имя руководителя облздрава и отправила через WhatsApp своей знакомой. А та разослала по группам. Анонимка поступила адресатам из Граганды, Алматы, Астаны и даже ушла за рубеж. Иржан Шакирович. А еще мы бы хотели отметить нашего многоуважаемого директора Махмутова. Он настоящий хам и невежа, которому до коллектива все равно. Амбиции мешают ему правильно работать с коллективом. Конечно, будут разбегаться как и врачи, так и средние работники. Когда сообщение дошло до главного героя послания, он обратился в полицию. Правоохранители вышли на автора письма. На допросе женщина заявила, что текст ее заставил написать заместитель директора, но его отношения к истории доказать не смогли. В Волхарском городском суде преступления в сочинении женщины не увидели и оправдали. Тогда истец подал апелляцию в областной суд. Там в содержании усмотрели клевету, высказывания которой порочат честь и подрывают репутацию потерпевшего. Подсудимую приговорили к году ограничения свободы. Кроме того, своему шефу она выплатит 50 тысяч деньги за моральный вред. Принимая во внимание личность подсудимой, судебная коллегия посчитала справедливым и достаточным для исправления Насангалеевой назначения наказания в виде одного года ограничения свободы с установлением провоционного контроля сроком на один год. На улице Карамендиби столкнулись сразу три машины. По предварительной версии водитель одной из иномарок не успел переключить скорость и въехал в стоящий впереди авто. Люди не пострадали. ДТП произошло возле пешеходного перехода. Джип и Лада пропускали людей, когда в ВАЗ на скорости въехала БМВ. Лада от удара проехала вперед и врезалась в джип. Оказалось, что водитель БМВ не успел переключить скорость. Он теперь будет выплачивать ущерб пострадавшим. Кроме того, 21-летнего парня ждет лишения водительских прав на год и штраф в 30 тысяч деньги. Жители Балхаша купили конфеты с червями. Живую начинку обнаружили в популярных карамельках. Видео с находкой автор разослал в мессенджер и ватсап. Покупали в Балхаши. Волна на Касандага, дала на Бутюк Тарит. На кадрах видно, что из разломанных конфет вылезают белые черви. По словам авторов ролика, карамели они купили в Балхаше. И уже успели съесть несколько штук, прежде чем обнаружили поселенцев. Когда сделали покупку сюрприза, мужчины не указывают. В Балхашском управлении по охране общественного здоровья пояснили, что черви могли завестись в сладостях при нарушении правил хранения. Торговую точку они могут проверить. Только если жители города обратятся к ним с официальной жалобой, которая прикрепит видео. Может обратиться с заявлением, если тот или иной продукт представляет угрозу жизни и здоровью человека. В течение 15 дней мы рассматриваем это заявление с подтверждающими документами, с чеком, с фото может представить. После разрешения в правовой статистике прокуратуры выходим на объект с проверкой, внеплановая проверка. Президент Казахстана утвердил новый казахский алфавит на латинице. Глава государства подписал указ. Напомним, в начале октября в правительстве презентовали проект алфавита на латинице, где специфические звуки предложили обозначать не диграфами, а апострофами. Теперь этот проект утвердили. В нем 32 буквы. Переходить на новую графику будут поэтапно до 2025 года. Следить за этим будет национальная комиссия. Балхашские коммунальщики готовятся к холодам. В область уже пришли заморозки, и некоторые города сковал гололед. Чтобы непогода не застала врасплох, наши службы проверяют технику и завозят противогололедную смесь. За безопасность на дорогах в снег и лед отвечают 10 единиц техники – снегоуборочные и пескоструйные машины, грейдер, самосвалы и погрузчики. Перед скользким сезоном все прошли проверку и ремонт. 8 уже готовы выйти на дороги, 2 на стадии завершения. Следующей зимой автопарк Горкомхоза планирует пополнить еще двумя машинами. На 80% техника готова. Осталось буквально 2 единицы. Ремонтируем коммунальные автомобили, ремонт двигателей внутреннего сгорания, гидравлической системы. От нагрузки зависит. А так, если водитель производит своевременное техническое обслуживание, техника постоянно не ломается. Уже закупили и материалы для борьбы с непогодой. 650 тонн песка и 100 тонн соли ждут своего часа. Это почти на 200 тонн больше, чем в прошлом году. Коммунальщики готовятся к долгой и снежной зиме. Большую часть компонентов смешали. Песко-соляной микс пойдет на посыпку дорог. Чистый грунт оставили для тротуаров. На практике по тем годам у нас уходило намного меньше. Но с учетом того, что обещают зиму суровую, мы решили в этом году перестраховаться. Если гололед, то мы тогда более обильно посыпаем. Если снег убрали, мы только посыпаем пешеходы, светофоры, вот эти опасные участки. В Балхаше выбирают название для нового сквера за Дворцом культуры. Участок с детскими спортивными площадками, стеллой и скамейками открыли к юбилею города. Заблагоустраивать его продолжают до сих пор. А власти города тем временем задумались, как будет называться новый сквер. Предложения принимаются от всех желающих. В социальных сетях свои варианты высказали уже больше сотни горожан. Подробности далее. Обновленный сквер за Дворцом культуры имени Хамзина открыли к юбилею Балхаша. В центре выросла 23-метровая стела. На месте пустыря появились многофункциональный корт и тренажеры. Для детей разных возрастов спонсоры оборудовали игровые площадки. Теперь власти города решили дать имя новому месту отдыха. Придумать название предложили балхашцам. Ну, я бы назвала площадью Дружбы и сквер Дружбы. Потому что здесь все дети гуляют, родители встречаются. И вот только так. Ну, пусть будет сквер молодежи. Почему? Ну, здесь вечером молодежь часто собирается. Много. Новое поколение. А новое поколение, чтобы не забывало и прошлое. Я так считаю. Название нового сквера активно обсуждают пользователи соцсетей. Под пост на эту тему больше ста комментариев. Одни предлагают именовать сквер в честь металлургов Балхаша, другие связать название со дворцом. Дворцовый двор. Можно назвать аллея возрождения. Давайте что-нибудь сказочное и необычное. Надоел примитив. Например, гулливер, сказка, доз. Все варианты горожан рассмотрят в Акимате. После выберут лучшие названия и рассмотрят вопрос о поощрении автора. Акмарал Хасина, Серик Кисибаев, Оркин Медиа. Балхарские металлурги поймали лису. Животное забежало в один из цехов. Рыжую гостью сняли на видео. Ролик отправили к нам в редакцию. Смотрите, лиса настоящая. Лисица вызвала настоящий ажиотаж среди металлургов. Животное, по словам автора видео, поймали в медиплавильном цехе возле транспортера. Зверь, который не ожидал такого внимания, пытается вырваться из рук заводчан. В конце видео мужчины выносят лисицу с территории цеха и выпускают за заводское ограждение. В Балхаше выбрали лучшего учителя года. На звание претендовали 15 педагогов, до финала дошли только 6. Кандидаты прошли три тура. В первом преподаватели должны были провести открытый урок, но не в своих классах и даже школах. На одно занятие учителя поменялись рабочими местами. Вторым испытанием стал классный час, тема государственные программы и политика. Финал творческий, до него дошли только 6 человек. Во втором лице участники конкурса показали свои визитные карточки, домашние задания, ролик про один день из жизни педагога и презентацию инновационных проектов. По итогам трех туров третье место у учителя восьмой школы Осели Рыскуль. Второе место заняла Людмила Аекина с 17-й школы. Первое место и звание учитель года получила Фируза Бакаткзе. Преподаватель школы-лицей номер 15. Победительница поедет на областной конкурс учителей. Преподавателем я работаю 16 лет. В конкурсе учитель года участвую второй раз. Первые два тура были легкими, третий был сложнее, так как нужен был разносторонний творческий подход. Балхарцы смогут избавиться от старых машин и заработать на этом. В город приедет мобильный пункт сбора автохлама. Обменять отслуживший транспорт на деньги можно будет в следующем месяце. Принимать будут только легковые автомобили. Ограничений по году выпуска и сроку владения нет. За машину полной комплектации компенсация 150 тысяч тенге или скидочный сертификат на 315 тысяч тенге на покупку нового транспорта отечественного производства. За корпус двигателем заплатят чуть меньше 50 тысяч тенге. По предварительной заявке сборщики автохлама будут выезжать на дом к инвалидам первой группы и ветеранам войны. В Балхаше прием старых машин пройдет с 9 по 13 ноября. Место сбора пока неизвестно. До приезда мобильной группы нужно подготовить справку о снятии с учета автомобиля, удостоверение личности, нотариальную доверенность, если желающий сдать авто не является хозяином, и справку с банка о наличии расчетного счета. В Балхаше мы будем с 9 ноября по 13 ноября. Программа могут участвовать все желающие. Обязательно условия. Водитель должен подготовить вариант документов для значения автомобиля на утилизацию. Это удостоверение личности, ставка о снятии с регистрационного учета автомобиля и ставка о подтверждении с любого банка второго уровня о наличии расчетного счета. Работа «Помогать» на этой неделе свой профессиональный праздник отмечают работники службы социальной защиты. Ежегодно, последнее воскресенье октября – их день. В Балхаше в этой сфере трудится больше 60 человек. Под их опекой находятся почти 400 одиноких стариков и детей-инвалидов. Что входит в обязанности соцработника, что он должен уметь, расскажем в сюжете. Здравствуйте. Здравствуйте. Социального работника Елену Коншину в этом доме встречают как родную. С 13-летней Катей Ермаковой она занимается уже 10 лет. Особенную девочку педагог по образованию научила читать, писать и заниматься рукоделием. В соц. отделе 56-летняя женщина работает 14 лет с самого открытия. Сейчас в ее списке подопечных шестеро детей. Катю я взяла, ей было 3 года, она еще только-только и ходила, и еще почти ничего не говорила. В общем, мы все учились с ней. И цвета, и деревья, и в лото играли. И потом начали буквы учить. Даже когда мы пошли на комиссию, чтобы ее в интернат взяли, там все удивились. Она во всех мероприятиях стала участвовать. Она стала танцевать. За 10 лет Елена Коншина уже стала настоящим членом семьи. Вместе с Катей и ее мамой. Они проводят праздники, ходят друг к другу в гости. До Елены Геннадьевны у нас был соцработник. Катюша с ней общий язык не смогла найти. Елена Геннадьевна месяц ходила. Месяц для того, чтобы найти общий язык с ребенком. Не у каждого человека найдется столько терпения. Поэтому я хочу сказать огромнейшее ей спасибо. Всего в Балхаше больше 60 социальных работников. Под их заботой около 400 жителей города. Это дети, инвалиды, одинокие старики. К своим подопечным специалисты ходят два раза в неделю. Оказывают медицинскую помощь, помогают по дому, ходят в магазин и водят к врачам на осмотры. Выделенных на каждого двух с половиной часов не всегда хватает. Ведь нужно не только сделать свою работу, но и выслушать. Желающих пойти к нам много, но не все подходят для такой работы. В первую очередь должно быть педагогическое или медицинское образование. Также стаж в своей сфере не меньше трех лет. Нужны и человеческие качества, потому что мы занимаемся стариками, которые нуждаются во внимании, инвалидами. Не каждый справится. Несмотря на то, что труд социального работника не из легких, как правило, тот, кто выбрал эту профессию, уходить из нее уже не хочет. В Балхаши выберут самую спортивную команду среди работников образования и спорта. В городе стартовали соревнования по волейболу. Играть в сборной будут два дня. Лучшую выберут среди 12 команд. Как начались соревнования, узнаем в сюжете. Команда Балхашского гуманитарно-технического колледжа отрабатывает передачи. У сборной преимущества в составе три учителя физкультуры плюс опыт. За четыре года соревнований они успели сыграться с преподавателями электро- и теплотехники. Каждый год мы участвуем. Как я уже сказала, с 2013 года. Но в том году был областной турнир. И мы заняли второе место. Свисток подачи. За лидерство на поле команда бьется с соперниками из девятой школы. Счет до 25. В двух партиях команда БГТК первый набирает заветные очки. Вторыми на поле выходят преподаватели ДЮС США и учителя школы-интернат номер 4. Сборная спортивной школы – методист, бухгалтер, тренеры по кикбоксингу и волейболу. Школа-интернат выставила против дефектолога, медсестер и сантехника. Игра вышла не из легких. В итоге со счетом 2-0 победила команда ДЮС США. Федерация волейбола, да, в втором году. Работает в своих соревнованиях среди школьников, среди специальных учебных соревнований. Ну, это цель, конечно, развить волейбол в Бухаше. В прошлом году побеждала 15-я школа, в позапрошлом – 17-я. Сегодня 12 команд играли друг с другом для определения полуфиналистов. Одни соревновались в ФОКе, другие на стадионе «Металлург». Впереди финал. В субботу огласят имена победителей. Акмар Алхасина, Сирик Кисибаев, Оркенмеди. А сейчас о культурных и спортивных планах города на ближайшие 7 дней. Где провести выходные интересно и с пользой, расскажем в рубрике «Афиша». В выходные продолжатся соревнования по волейболу среди работников образования и спорта. Лучшую сборную будут выбирать среди 12 команд. Игры пройдут в ФОКе и спорткомплексе «Металлург» в 10 утра. Имена чемпионов назовут 28 октября. В субботний вечер во Дворце культуры дискотека. Раскачивать балхашцев будут местные диджей. Дресс-код по желанию – начало в 19.00, вход платный. 2 ноября в городском музее пройдет выставка в честь о десятилетии редактора газеты «Балхашский рабочий» Тукена Ахметова. На выставке расскажут его биографию, представят фотографии и личные вещи. Акмара Алхасина, Серик Кисибаев, Оркенмедиа. В Шафтинске 12-летний мальчик погиб, занимаясь на шведской стенке. Ребенок запутался в веревках и задохнулся. В Казахстане могут снизить штрафы за нарушение правил дорожного движения и освободить от получения электронных справок в цонах. О том, чем еще запомнилась эта неделя в новостных сводках «Страны и мира» в рубрике «Дайджест». Трагическая случайность. В Шахтинске 12-летний мальчик погиб, запутавшись в веревках шведской стенки. Ребенок занимался гимнастикой, его мама была дома. Он часто проводил время на снаряде, поэтому родители его не контролировали. По предварительной версии, мальчик сделал замах, запутался, и веревочная лестница затянулась на шее. Он попытался освободиться и прыгнул. Смерть от удушья наступила молниеносно. Мама не успела его спасти. Мальчик был единственным ребенком в семье. Больше и меньше. В Казахстане могут снизиться штрафы за нарушение ПДД. Проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях одобрили депутаты мажориса парламента Казахстана. К примеру, наказание за превышение скорости на 10-20 километров предлагают уменьшить с 10 до 5 МРП. Лишать прав за выезд на встречку планируют на 6 месяцев, а не на год, как раньше. Выезд на перекресток и создание затора обойдется почти в 7 тысяч тенге. За повторные нарушения ПДД также будут наказывать мягче. Окончательный вариант документа еще не утвердили. В онлайн-доступе казахстанцев освободят от получения электронных справок в ЦОНах, а госорганам запретят их требовать от граждан. Министерство информации дорабатывает сервис получения документов третьими лицами. Тем временем в системе правительства для граждан разгорелся скандал. Алматинка уличила сотрудников ЦОНа в том, что они выдали две справки на ее имя постороннему человеку. Она предположила, что утечка данных казахстанцев происходит постоянно. Ведомстве принесли женщине извинения и пообещали уволить виновного. Громкий вызов. Стала известна дата боя казахстанского боксера Куата Хамитова и Питера Куили из Ирландии. Найман и его соперник сойдутся на ринге Алматы-Арена 26 ноября. Куили – крепкий боец из ТОП-10, друг, одноклубник и спарринг-партнер мировой звезды ММА Конора МакГрегора. Наш спортсмен известен своими успешными выступлениями за пределами Казахстана в мировых промоушенах и публичными высказываниями на тему футбола, боев Геннадия Головкина и временной прописки. Также в рамках турнира пройдет гран-при «Казак», в котором сойдутся лучшие бойцы страны в весе 70 килограммов. Это были итоги недели. Все новости есть на нашем официальном сайте orkinmedia.kz. Мы прощаемся с вами до понедельника. Хороших выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова